Доброе утро дорогие мои. Несколько дней подряд у нас периодически дожди. Что мы делаем влажную погоду? Йоденол 1 миллилитр на литр воды. Ну поскольку у меня здесь двухлитровый бутылочка 2 миллилитра на 2 литра воды. Вместо воды даем Йоденол. Это наша любимая лебеда и лебеду лучше нарвать, которые крупные. Не мелкие, не молодняк, а которые крупные. Особенно те, которые уже такой серебристой такой пленкой будет покрываться. Вот это. Сейчас зайду в голубятню, привяжем. Найду в водичку попить им и продолжим ролик наш. Все, клоунчики наши. Клоунчики. Значит, я уже по несколько раз даю эту лебеду, но у меня остаются вот такие веточки. Веточки, которые они сами растаскивают из пучка. Снимать. Да, из пучка сами растаскивают. Видите, уже собрались. Вот они, видите. Вот, идите сюда. Видите, видите. На старте ждут. Сами растаскивают на это. Да, ну и гнезда строят. Сейчас на паузу поставлю. Привяжу, налил и продолжим. Ну, водичкой я налил. Лебеду привяжу. Сейчас покорми папулька. Папочка покорми. Давай, давай, давай. Уже налетели. Вот, да. Сюда я опять кучи их выкидываю. Представьте себя. Люди мечтают о том, чтобы у них голуби хоть раз несли, а я убираю яйца. Значит, сокращаю. Одни мечтают, чтобы хоть раз несли. Другие сокращают. Почему это так? И когда что делается? Ну, когда не хватает, конечно, мечтают, чтобы было. А когда их полно, конечно, вы уже думаете, как сокращать. Теперь, значит, значит, два садочка. Два садочка маленькая. Два садочка маленькая. Вот, давайте. Вот, давайте. Вот, давайте. А стоящий горелец. И еще один горелец. Так вот, значит, дорогие мои. Что происходит вообще? И почему это так? И почему это так? Очень часто, очень часто из ребят жалуются, говорит, все делаем как ты, только у нас, говорит, столько птенцов нету и таких птенцов нету. Вот этот красный грудь мазаный. Сейчас потяну. Это пескуны, пешалки, которые вы прогнули в мае месяце. Некоторые у меня даже уже, вот это видите, уже там сидит чапшичка. Некоторые даже, даже, даже не крашеные, что не успел. То есть, ну, это уже там вот, ну, на днях вот бумаги мы проговорили. Вот. Вот эти ледь мазь. Один, второй. О, майские, что не крашеные. О, майские, что не крашеные. Майские, крашеные, крашеные. Это тоже майские. Вот она, майские. Вот она, майские уже делется. Майские, майские, майские. Ну, этого показал майские. Вот красненькие, тоже майские. Вот здесь на земле. Дорогие мои, вы не увидите ни одного недоразвитого пескуна. Все пескуны, вот он уже за папочкой долетел до грязного, вот теперь маму, говорит, покорми. Это это желтый пескунчик, который сейчас вот на полу за папой гонялся. Вот папа, брамор. Теперь маме представить, покорми, говорит, кушать хочу. То есть, все время, сколько лет я уже показываю, шестой год показываю, у меня постоянно здоровые, бодрые, красивые, такие, да, жизнерадостные, веселые, пескуные. Дорогие мои, я Богом не помазанно. То же самое может быть у вас. Просто для того, чтобы достичь таких результатов, надо заниматься. Надо заниматься. Ни один ученый, ни один спортсмен, ни один инженер, ни один специалист без труда не становится им. Только труд, труд, труд и все перетрут, понимаете? Этому надо заниматься. Значит, из причин, почему многие ребята делают один в один, как я, но только у них это не получается. Так, как у меня. В чем причина? Дорогие мои, причина в том, есть такая фраза, движение – это жизнь. Движение – это жизнь. Вода такая мягенькая, легенькая, камень такой тяжелый, крупный, крепкий, вода движение пробивает камень. Как говорит это, да, вода камень точит. Почему точит? Постоянно она двигается, а постоянно падает на этот камень, падает на этот камень и разрушает. То есть двигается, движение. Даже дерево, которое вроде, да, сидит в земле, оно тоже двигается. У него корневище углубляется, двигается, ветки поднимаются, движение. Тебе, голуби, которые сидят заперти, вы этих голубей оставили без движения. И вот этот, понимаете, да, фраза маточник, мне как бесило, я вчера с одной знакомой голубятницей разговаривала, что мне это слово бесило. Я его ненавидел, ненавижу и не буду, да, и ненавижу это на всю жизнь. Есть племенные голуби, голуби которых пускаем на племя. Да, вот элементарно. Вот я сейчас выбрасываю яйца. Со всех ли голубей я выбрасываю яйца? Нет, конечно. Я просто по одному подкладываю из самых-самых таких моих лучших голов. Может кто-то из их потомства, там, допустим, от челя старого, да, там, я яйца подложил под его сына, под желтого челя. Тот тоже замечательный. Но мне это больше нравится. Я его, как бы, в первую очередь пускаю в племя, не маточник, а племя. И когда голуби не летают, не летают, они сидят заперти. Дорогие мои, у вас будут всегда слабые песходы. Элементарно. Что делает голуб при кормлении? Если вы внимательно смотрите, я показывал, даже недавно там просили показать кормление голубей. Вон, видите, уже не хромает старичок. Я же показывал, старый больной голубь, он хромал, уже не хромает. Вот этот кофейный голубь, видите? Буквально полгода тому назад хромал, я его хотел убирать. Теперь не хромает. Почему? Потому что в движении, в движении. Вот сейчас весна вышла, что-то он нашел в земле, что-то он покушал, он восстанавливается. Это очень старый голубь. Просто я вот, если вы смотрели, зиму я все время говорил, это больной голубь. Он уже хромает, он уже старый, да, видите? Буквально на глазах, вот это движение восстановило его. Я де-факто показываю, я не слова рассказываю. Видите? Активным опять стал. Ведь посмотрите, столько времени, вот это, да, всю зиму. Этот голубь пассивный был. Он все время был там. Вы ни разу не видели, что он толком ворковал. Да, он летал, он находил от хищника. Да, все вот это было. Но так активно он себя не вел. Вот сейчас де-факто все вот это показываю. Он сейчас себя ведет, очень активно. Вот показываю. Внимательно смотрите. Я не рассказываю, а все, чтобы я не говорил, я все это показываю. Сколько раз, я уже десятки раз этого голубя показывал. Я говорю, голубь больной. Копчик должен один из первых его забрать. Но поскольку он опытный, опытный старый голубь, он его еще умудряется. Но рано или поздно он его должен взять, потому что болел в то время. Сейчас, видите, восстановился. Так вот, дорогие мои, когда вы внимательно смотрите, как голуби кормят своих птенцов. Да, я буквально говорю, недавно я скинул по просьбе девочки ролик, как кормят. Голубь, голубка даже сразу обоих клюв засовывает себя в клюв и начинает как насос скачать. И показывал, какие... В том ролике я и показывал, да, после кормежки вот этого был. Этот, по-моему, был. Да, от челя был пескучий. Какой зуб? Он сейчас уже оперевший такой. Ну, это буквально там, ну что, неделю назад было, там, может, максимум десять лет тому назад. У него зуб был больше, чем все тело. То есть, они качают для того, чтобы родители могли сильно качать, что им нужно. Им дыхалка нужна, дорогие мои, дыхалка. Это вот вам говорит, дыхни. Ну, спортивный человек за это, да, человек, который с движением, он как дунет, так дунет, аж грелки лопаются, шарики лопаются. Ну, человек, который на диване лежит, короче, ничего не делает, он такой, пюф, 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 пюф. Вот толком и дуть не сможет. Вот так и кормит ваши голуби своих птенцов. Поэтому и птенцы первоначально идут слабыми. Я еще с утра не покормил. Пескуны со вчерашнего дня еще, видите, у них еще зубы полные, не вкусные. Вот это мелкие я покажу, чтобы видели, да. Зуб не пустой, зуб полный. Видите? Зуб не пустой, полный. Почему? Потому что их кормит хорошо. Вот здесь покажем, видите? Сейчас покормлю их. У них зубы будут как шарики надуваться. Как можно это то получить? Это можно получить только и только, только и только от движения. От тех голубей, которые у вас летают, которые в форме, у которых силы хватает. Вот только от них вы получите. Больше ни от кого вы не получите. И вот эта энергия, движение, воркование. Да, вот я постоянно показываю. Гул стоит. Мне когда звонит по телефону, зима, лето, весна, очень. Я сейчас вот кричу. Вот я ролик снимаю, я кричу. Я очень громко сейчас разговариваю. Чтобы было слышно. Потому что в голубятне не слышно. Так они гудят. Когда будут гудеть голуби, когда они здоровые, идеально здоровые. Понимаете? А для того, чтобы они были здоровыми, что надо делать? Надо их гонять. Надо их гонять. Понимаете, чуть-чуть беременным не бывает. Если вы хотите, ну вот представьте себя, да, там, машину купили, там, это, да, там, права взяли. А вот бензин они залили. Поедет машина? Не поедет. Движок не поставили. Поедет машина? Не поедет. Понимаете? То есть вот надо делать комплексно, чтобы все было. И кормежка была правильно. И гон была правильно. Многие говорят, они на яйцах сидят, на птицах сидят. Ну как же их на яйцах, на птенцах погонять? Да без проблем. Без проблем. Сидит голубка на яйцах. У него голубь свободный. Гоняйте, поднимите голубя. Сидит голубь на яйцах или на птенцах. Поднимите голубку. Ну уж если они такие тупые, что они не понимают, что они сидят на яйцах и на птенцах, и вовремя не возвращаются. А нахрена вам такие умные голуби? Зачем вам такие голуби? Голуби, которые не понимают, что они на птенцах и на яйцах. У него нет вот этого инстинкта. Зачем вам такие голуби? Сколько раз я показывал, да, вот те, которые говорят, вот у нас там голуби, если мы там в это время не поднимем, они в ночь останутся. Сколько раз под вечер я поднимал. И даже совет, как приучить голубей, я объяснял, что голубей надо приучить. Не покормили, и ближе к ночью вы выпускаете и кормите во дворе, потому что умный голубь не соскочит и не уйдет. Он понимает, что ночь наступает. У него начинается куриная слепота. Понимаете? Начинается, неудобство начинается. Вот у вас вот, вот вы вышли, а у вас живот прихватило. Вы знаете, что рано или через 5 минут, через 10 минут вам приспичит, и вам надо будет побежать в туалет. И вы далеко не поедете в таком состоянии. Понимаете? Вы далеко не поедете. Почему? Потому что живот прихватило. У вас некомфортно, дискомфорт начинается. Точно так же с наступлением темноты у голубей начинается куриная слепота. Ну, в плане того, что голуби всю ночь летают, там, это, да, замечательно. Ну, ночью заходите, в общем, и любого голубя спокойно ловите руками. Посмотрите, они шарахаются от вас. И днем заходите, попробуйте без проблем. Заходите, да, ловите. Нет, ночью они не видят. Ночью у них дискомфорт. Значит, голубей и голубок на яйцах, на птенцах без проблем можно гонять. Не с яиц, не с птенцов поднять, выпускать их. Нет. Просто гоняйте. Так, ну, тут у меня уже долго получилось. Движения, дорогие мои, движения. Если вы хотите, что у вас было все замечательно, все должно быть в комплексе. Вы должны будете и правильно покармить, правильно покармить. И нужные вещи не полениться пойти нарвать. Это сорняк, за которым не надо платить. Но она очень хорошо помогает. Но просто так, чисто по-человечески. Неужели вам не завидно? Столько лет я это, да, я не говорю зависть. Такой доброй завистью можно же, да, там. Вот у человека получается, я тоже хочу получаться. Это вот как у детей в детстве, да, там. Он занимается математикой, химией занимается. Для него там Архимед Ньютон или то другое, это кумиры. Кто-то боксом занимается. Для него Мухаммед Али или Тайсон кумир. То есть есть к чему стремиться. Неужели вам этого не хочется, стремиться получить вот этого? Ну ведь все вот это я разжевывал. Разжевываю. И, наверное, еще буду разжевывать. Класть в рот, надо глотать. Надо это делать. Боже, ничего. Понимаете? Ничего. Все вот эти басни, что там в голубей мало будешь гонять. Это, да, ну вы поняли, что вот этот шарик, этот шарик лопнул за этот несколько лет. Сколько людей всю зиму гоняют и без голубей не остались. Наоборот, за зиму у них это, да. Вчера мне женщина тоже по телефону разговаривает. Говорит, ты, говорит, представляешь, никогда не знала, что зимние пескуны будут хорошие. Я сейчас, говорит, смотрю, говорит, у меня зимние февральские пескуны, они самые сильные, самые сильные, самые мощные. Это она еще отопление включала. Я говорю, ну на следующий год попробуй их взять без отопления. Вот тогда уже поймешь, самые сильные птицы какие. Ну, как бы вот так поставим на паузу, пусть сканируется и миру мир покажем. Ну, как видите, у меня и тут пучок тоже привязанный. Не только там, то есть и в голубяти, и здесь. Вот здесь я говорю по несколько раз, вот вених набираю. И напускаю. Это, да, дай им кушать. Дай им кушать. Иди, 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 вышел, так иди, не хочет. Очень старый голубь. Очень старый голубь. Это тот, который сидит по стану на литке при атаке хищника. Давайте, выходите, выходите. 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 Вон, кукула вышла. Он на птенцах. Этот голубь на птенцах, на маленьких. Он полетит ровно столько, сколько ему придется. Потому что инстинкт, мозги у них на месте должны быть. На месте должны быть. На месте должны быть. Он красавец полетел уже. Одногнёжка мальчишке отдал. До вчерашнего дня, до сегодняшнего дня, он сидел в гнезде вместе с мамой и с папой. Еще ни раз на крыши не был. Вот этот. Чернохвостный шею чапиной. Какой, видите, он красивый чап. На крыле. О, ты тоже выпрыгаешь. Ну, думаю, достаточно вам, кукула. А ты хочешь летать? Умеешь летать? Давай, малыш. Да голубять не умеет летать. Не хотят летать. О, там орел летит. Большой, большой. Как, говорит, вот щелкаем, а они пошли. А они пошли, говорит. Все, пойдем? Не хотят. И не хотят. Хочется поднимать. Удочку и ветерыша. Вытирыша. Видите, сколько хитрецов там сидят. Сколько хитрецов они сидят тут. Прячутся будет. Ну, и здесь звук слабо. Там ловка слабая. И удобно, да. Снимать. Гонять. Показывать. Ну, липотажи. Липотажи, дорогие мои. Липота. Что-то пули. Какой-то, что-то. А, это дикий голубь летит. О, я вот уже покружился сел. Так вот, дорогие мои. Значит, что надо делать, чтобы получить здоровых, хороших пескунов? Так называемый маточник гонять надо. А пескунов обязательно. Обязательно. Только так вы получите хороших, здоровых голубей. По-другому никак. О, красногруда, видите. Садятся. Вдруг залез, спустились. Это майские пескоды. А вы что тут? А вы что тут? Поразлетели уже. Ты кто такой? Моя бой. Такой начал дубатить. Уже забой уходит. Это вот, しет坂. Несколько дней не гоняешь, начинает за бою уходить. Начинает за бою уходить. Поэтому гонять надо постоянно, чтобы в форме была. Чтобы в форме была. Только так, дыхалку надо открыть. Вот он теперь уже будет нормально кормить Пескунов. Нормально будет кормить Пескунов. У него дыхалки хватит, как дунет, чуть зоб не порвет. Ну а такой дряхлый, вялый голубь, ну как он будет кормить детей своих? Да никак. Понимаете? Ну никак. Поэтому, дорогие голуби, один из самых главных. Самых главных. То, что вам надо делать, это гон, голуби. Гонять надо, в первую очередь гонять надо. Во-первых, когда вы гоняете, всех больных, всех слабых, хищник забирает. Все тупые пропадают. У вас остаются меньше, но качественные голуби. Меньше, но качественные. Ну что, пойдем? Кш. 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 Ну пойдем. Пойдем. Пойдем еще. Халяй с вами. Придите, дышите, нравится. Ой, скуплик, ой, скуплик. Ой, скуплик. Ну правда, так нельзя гонять, так много, одним разом, но ничего. Вот и что дурачи носители. Вот. Карена, порадуй. Карена, порадуй. Тоже в забое сейчас. Ну сегодня еще погода такая хорошая, сам Бог велел. Почему и толпу поднимаю, ветер неплохой. Ветер неплохой. Ну кое-кто, конечно, уже улез. И будет улезать. Тех искать не будем. Вон черный чубатый, вон он танцует сейчас. Аж куда-то вынесло его. Вот он, в сторону города. Сейчас накачает. Вырвнет дыхалку. Прилетит. И как дунет. У него там не птенцы будут, а цоплята будут. Здоровая, здоровая. Ну, как видите, дорогие мои, уходит. В лобе уходит даже. Ветер, не ветер. Сейчас посмотрим, какой ветер. Скорость ветра в Волгограде. В Волгограде сейчас ветер западный со скоростью 7 метров в секунду. 7 метров в секунду. В принципе, неплохой ветер. Я бы не сказал, что сильный ветер. Нет, это самый раз. Вот они, голуби, дорогие мои. Вот, что, 50, наверное, там. И по отдельности. Вон, вон. Которые уже все. Уйдут. Миру, мир показывать. Миру, мир. Голубей. Небо, голубят. Гоняйте, дорогие мои. Удачи всем. Еще раз. Вот они. Они сейчас еще раскачаются. И пойдут. И пойдут. Так что, дорогие мои, гоняйте голубей кошек. Не трогайте кошки. Пусть ходит и гонять не надо. Да, Муська? Муся? Морда? Не хотят. Они же знают, что сейчас буду гореть. Ну, уже к сторону дома подтянулись. Чуть скинули, поднимутся. Черными тучами опять накрывают. Ну, будут дожди, но куда ж деваться, чошка. Когда дождь идет, вы же на работу ходите, ходите. Когда холодно, ходите, ходите. Детей в садик водите, водите. В школу водите, водите. Ну, а почему голуби не должны летать? И голуби должны летать, дорогие мои. Так что, гоняйте, не бойтесь. Только так у вас будут результаты. На словах ничего не будет. Я вас увегаю. Ни-че-го. Ну, тут уже очень долго получился ролик. Что, даже не сыграешь в врачах? Он вчера на овощ садился. На овощ садился. Сегодня уже, как видите, где подъедете, это рыцарь сын. Всех благ вам, дорогие мои. Гоняйте. Мир, омир, голубям не бер.